Доктором каких наук представлялся Карабас-Барабас? Что пытались выведать у мальчиша-кибальчиша проклятые буржуины? И как называются монеты, на которые Буратино купил билет в театр Карабаса-Барабаса? Постоянные посетители детской библиотеки на подобные вопросы отвечают молниеносно. Своеобразный экзамен для юных читателей в выходные дни подготовила детская библиотека. Сказочные предметы из волшебного сундучка и телеграммы из сказок помогали ребятам быстро и ловко отвечать на вопросы экзаменаторов. Помимо проверки знаний, самых читающих ждала церемония награждения. Библиотека подвела итоги конкурса, объявленного еще весной. Суть конкурса простая. Кто прочитает больше книг за лето, тот и победил. Статистика говорит о том, что интерес не падает. Слава Богу, читатели у нас хорошие. В основном откликаются, когда мы предлагаем участвовать в этих конкурсах. И вот, как видите, из 60 участников 20 были награждены. Это самое активное. Это самое активное, да. Кто дошел до конца, кто получил наибольшее количество баллов, ответил правильно на все вопросы. Артамкина Полина за лето прочитала 51 книгу. Помимо сказок и детских рассказов, девочка предпочитает детективы, которые, в свою очередь, ей посоветовали в библиотеке. Я читаю в свободное время. Бывает вечером, на каникулах почти весь день. Были сказки, истории. Сухинов Сергей стал писать продолжение «Изумрудного города». Я сейчас читаю эти книги. Еще один рекордсмен по чтению – Кувшинов роман. Пока его излюбленным чтивом являются детские рассказы. Дома у меня в комнате целая полка с книгами. А компьютер? Компьютер у меня тоже есть. А что интереснее, книги или компьютер? Книги. Русская народная мудрость гласит «Дом без книги, день без солнца». Родители юных книголюбов на личном примере демонстрируют детям, что чтение – абсолютно не скучное занятие, а увлекательное, полезное и полное ярких впечатлений приключения. Нужно показывать книгу первее компьютера и как можно больше читать. И читать в удовольствие, чтобы ребенок видел, что это нравится вам, это нравится окружающим, и это, конечно же, будет нравиться самому ребенку тоже. Рано начал читать, с четырех лет читает, и рано в библиотеку. Много интересного, и сам рвется сюда. Уже интересно ему читать книги разные. Вопрос, как привить ребенку любовь к чтению, волнует многих мам и пап. Работники библиотеки советуют – отложите просмотр любимой телепередачи и впустите в дом книгу. И тогда, возможно, и ваш ребенок с большим удовольствием окажется в этой очереди. Амир Кедра...